Я целую неделю не заходил в топы плеймаркета и, честно говоря, увидев это, как-то, собственно говоря, и переходил туда заходить. Но, по крайней мере, это не грёбаные гаечки, да... Болтики, они на втором месте, божечки ты мои. Знаете что? Это всё бессмысленно. Я ливаю. До свидания, лайк поставить не забудь. Ты реально поверил, что я не буду в это играть? Конечно же буду, я сумасшедший. Вы только посмотрите на это. Это же мыльные, ой, то есть туалетные воины. Мне про них не написал только ленивый. Я понятия не имею, что из себя представляет эта игра и почему она такая популярная, как она вырвалась на первое место в топе плеймаркета, но прямо сейчас я, собственно говоря, и разберусь с этой проблемой. Итак, в этой игре мы должны спасать своего друга. Найти его легко, просто нужно следить за каким-то кругом. Чтобы спасти друга, придётся сразиться с боссом. Битва будет жаркой. Также нужно собирать оружие и следить за характеристиками. Играфон этой игры сбежал прямиком из 2003 года. Ну мы как бы не графоманы, поэтому спокойненько берём волыну и отправляемся, собственно говоря, в путешествие против шкибиди туалетов. И вот первый туалет и... Ой. Ага, здесь автоприцеливание. Интересно это, конечно, и оружие, получается, можно менять. Ну пока это получше. Целая куча игр про шкибиди туалеты, которые я видел, правда, это до сих пор не так уж и интересно. И получается, мне просто нужно банально прицеливаться и всё. Дальше чёл всё делает сам. А как выйти из режима прицеливания? Ага, так же спокойно. Я, правда, совершенно не в ту сторону бегу. И получается, в этой игре тоже есть некий открытый мир. Ну, точнее, подобие открытого мира. И она пока что прям очень простая. Я бы даже сказал, она элементарная. И мы должны по пути уничтожить все туалеты. Правда, босса я уже уничтожил. И под конец мне останется просто банально спасти своего друга, до которого нужно ещё добежать. Офигеть, как же это было весело. И посмотрите-ка, вот он главный босс. И почему я в него не стреляю? Ну, давай, атаку его. Что, совсем дурно? Вау! Что за спецэффекты? И у него реально побольше здоровья. И здесь даже нужно уклоняться от его лазеров. Из глаза он даже может меня догнать. Офигеть, вот это, да, неожиданный поворот событий. Пора валить, причём. Чем быстрее, тем лучше здоровье. У меня не бесконечно. И я, собственно говоря, его завалил. Нет, не завалил. Чё, у тебя так много здоровья-то? Ты демон окаянный. Давай-ка проваляйся обратно в преисподнюю. Всё, мы его завалили. Видимо, чуть попозже мы получим свои драгоценные чипы. Ну, а пока... И нашим другом является Тиви Мэн. И он такой... Хорош! 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 И если это все механики этой игры, то это не то, чтобы очень весело. Но нормально. И я бы, на самом деле, прокачал атаку. Что здесь есть в магазине? Ага, в магазине есть новые скины, которые, видимо, на что-то влияют. Да, они повышают здоровье. И повышают уровень атаки. Какой здесь самый кру... Вау, 150 уровней нужно пройти, да жесть какая-то. Ну вот, со второго уровня он же доступен. Я вроде первый уровень прошёл. А какие здесь есть варианты по вооружению? Ну, есть УЗИшка и пулемёт с 30 уровня. В принципе, оружия здесь немало. Давайте я ещё один уровень пройду. Может, там реально будут другие механики. Я повышу атаку себе. И всё. Больше ни на что не хватило чипов. Честно говоря, от этой игры я ожидал большего. У неё столько отзывов, столько скачиваний. Она настолько, мать его, популярная. А по итогу, это достаточно скучная бродилка с неплохой механикой стрельбы. Да, здесь стрелять удобно. Она, в принципе, не лагает. Она не требует смотреть тысячу реклам. Но я не совсем понимаю, почему эта игра такая популярная. Это вот очередная гиперкозлавочка про шкибиди туалеты. Она даже, если честно, лично для меня не залипательная. Пока что из нового здесь различные боссы. Интересно, будет ли у него другая анимация или другая катсцена. Нет, анимация у него абсолютно такая же. Я опять достаю волыну и просто опять отхожу назад. И он, в принципе, также стреляется в нас какими-то лазерами. Мы его уничтожаем, опять добегаем до друга. Потом дальше опять прокачиваемся. И это, судя по всему, всё. Реально? Это всё. И опять он такой, лайк уже поставьте, наконец. Мне дали всего 30 чипов. Это очень мало. Если бы давали по 100-200, это было бы получше. А, справа у нас есть опыт. Я могу перейти на второй уровень за эти самые чипы. Ну, давай мы перейдём на второй уровень. Потратим немного чипов. Я понял, как это работает. И теперь... Спикермен стоит 1000 чипов. А сколько УЗИ стоит 1000? Ну, чисто ради эксперимента. Сколько мне дадут чипов за следующее задание? Я устраиваю грандиозный спидран. И вы не поверите, я сдох из-за того, что у меня кончились патроны. Мне дали 2 чипа за поражение. И причём опять никаких новых механик не было. То есть, за победу мне дадут чипов, наверное, 40-50. И я вот открыл калькулятор специально для самых умных. И считаем. Даже если мне будут давать по 50 чипов за каждый уровень. Сколько мне потребуется уровней? 20. Чё за жесть? Они же одинаковые. Это же скучно. Но я знаю, что у этой игры очень много фанатов. И фанаты этой игры. Отпишите в комменты, почему она вам так нравится. Ну, а я тем временем спустился буквально чуть-чуть ниже. И здесь опять шкибеди, туалеты, болты и гайки. Ладно, в болты я играть точно. Не буду, но это совсем бред. Я уже пробовал. Там вот ничего интересного нет. Но я скачал ещё одну игру про скепеди туалеты. И вот она их борьба. Здесь опять какие-то супер-мега-простые механики. Мы просто стоим на месте. Стреляем в туалет и перезаряжаемся. Опять стреляем. И это всё. Это даже на кликер не тянет. В кликере хоть нужно кликать. А здесь мы просто стоим на месте и взаимоспособности. Но эта игра, на самом деле, не такая плохая. Она визуально выглядит интересно. И здесь тоже есть какие-то боссы. И здесь, по крайней мере, побольше механик. Здесь и суперспособности есть. Здесь есть и какая-то энергия, и перемещение, и что-то ещё. Аааа, ракеты платные. Это не суперспособности. Это платная хреновина. Я понял. Видимо, за монетой я сейчас буду прокачиваться. Ааа, всё-таки здесь есть бесплатные штуки. Ну как бесплатные? За рекламу. Давайте-ка мы купим ещё одну камеру. И здесь можно их совмещать и получать новые камеры и даже аптечки. Переходим на следующий уровень. И теперь мы стреляем по два выстрела одновременно. Что, на самом деле, звучит достаточно интересно. И, видимо, в этот раз меня задамажит. Потому что мне дали аптечку. Я обязан ей воспользоваться. Но это не такая плохая игра. В принципе, если вы катитесь куда-нибудь в автобусе или в метро, чисто минут 10-15. На пару остановочек. Эта игра проканает. Поиграть. Я знаю, что многие люди любят поубивать время во время поездок. И эта игра подходит как никогда лучше. И давай ты до меня не доберёшься. Большое тебе спасибо. Два ящика дали. Правда, ящики, видимо, будут открываться по 10 минут. Окей. Здесь автодобыча монет идёт, пока мы просто стоим на месте. Тоже интересная механика. Я теперь могу собрать немного кристаллов. И, видимо, эти кристаллы на что-то интересное потратить. Так, ну вообще, я могу купить себе ещё целую кучу камер. И как мне открыть ящики? А, пока что непонятно. Ладно, давай мы тогда купим просто себе на все деньги эти самые камеры. Пообъединяем их и посмотрим, что за следующая камера. Божечки ты мой. Это перебор, я считаю. Окей, это странно. Давай-ка мы получим ещё одну награду. И следующая камера стоит 1200. И я могу ещё их пообъединять. Ой, ну давайте мы избавимся от этой странной камеры вум. Она нам мне всё равно не нравилась. Вот это выглядит более-менее адекватно. И, собственно говоря, сейчас я должен противников выносить только так. По щелчку пальца. И я более чем уверен, что это правда. Особая миссия. Что за особая миссия? Мне я должен уничтожить золотые туалеты. Точнее, золотые мусорки. Какие в жопу туалеты. И это какая-то очень элементарная задачка. Я абсолютно спокойно с ней разбираюсь, как вы заметили. Но, таким образом, мы формим монеты. То есть, здесь есть даже различные мини-игры, мини-уровни и так далее и тому подобное. Эта игра гораздо более поинтереснее, чем прошлая. По крайней мере, изначально. Возможно, прошлая игра со временем разгоняется. Но, наоборот, игра должна быть интересная с самого начала. Мне опять что-то дали. Вот мне постоянно что-то дают. Причём бесплатно. В этой игре не так уж и много рекламы. Объединяем эти камеры. И дальше у нас будет пятый уровень. И мне ещё подарок какой-то всё время дойдут. Шо это такое? А, за рекламу опять? Нет, спасибо. Ну, давай мы пройдём ещё один уровень. Мне всё-таки интересно, насколько мощный этот персонаж. Насколько быстро он будет уничтожать всех. Да вообще! За раз, два, три он уничтожает. Они даже подойти не успевают, выйти не успевают. Что за золотая мусорка? Что она здесь забыла? И вот за этот уровень мы получаем реально дофига денег. А это что за способность? Ой-ой-ой-ой-ой. Это бесконечная энергия. Ооо, хорош. Ооо, сколько денег-то фармиться? Так, и видимо способность кончилась. Да, способность кончилась. Надо было всё-таки на боссе всё это дело сделать. Не подходите! Они меня покусали! Их так много! Дай, дай, я ж нажимаю на кнопку эту сраную. Давай, 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 давай. Ну, если что, у меня есть аптечка. Энергия кончилась, энергия кончилась. Давай ещё одну способность. И всё, мы победили. В принципе, не нужно было мне, наверное, юзать все эти способности. Но почему бы и нет? Ещё один бесплатный спин. Реально, бесплатный. Не за рекламу, что мне дадут. Ну, это очень аддиктивная игра. Она после каждого уровня тебе что-то дарит. Вот она подарила тебе монеты. Смотрите, за эти монеты мы понапокупали целую кучу. Реально, целую кучу камер. А как мне прокачаться, чтобы получать сразу камеры второго уровня? Я чуть не совсем понимаю. Давайте-ка мы тогда объедним все эти камеры и получим что-нибудь новенькое. И потратим всё-таки все деньги. Я случайно на рекламу нажал. И, к большому сожалению, после этого эта игра сломалась. Она теперь у меня не открывается. Потому что она при открытии пытается открыть рекламу. А так как я рекламу пропустил, она не знает, что делать. Окей. Двигаемся дальше в топе. И неужели это не скибеди туалеты и не сраные гайки? Это какие-то клонированные машины. В принципе, описание этой игры выглядело кликбейтно. А вот сама игра чё-то выглядит совершенно не кликбейтно. Мы можем ехать вперёд, назад. И можем, видимо, клонировать... А, и можем реально клонировать свои автомобили. Я, правда, не совсем понимаю, а зачем мне эти самые автомобили клонировать? А, чтобы проезжать наверх, судя по всему. Да? Нет? А, what the fuck? А так можно? По идее, я могу спавнить машинки друг на друга. Но первый уровень я прошёл и без этого. И, боже мой, что за мыло? Кто интерфейсы для игр делает? Здесь прикольно было бы интегрировать какую-нибудь рекламу. Мол, хотите начать делать крутые интерфейсы? Но нет у меня такой рекламы. Но, челам, явно стоило бы нанять нормального дизайнера. И вот сейчас-то я могу заспавнить ещё одну машину. И с помощью расклонирования этих автомобилей я должен проехать дальше. Ну вот, о чём я и говорил, механика достаточно интересная. Правда, реализована она максимально колхозной всратой. Мы разблокировали следующую машину. В принципе, из этой игры можно сделать что-то интересное и адекватное. Но для этого нужно было бы постараться. Разработчики этой игры, видимо, не шибко хотели-то стараться. Играть я в это не очень хочу. Как, собственно говоря, и в следующей игру под названием «Бег мамы». Плохая или хорошая мать? Ну что ж, давайте разберёмся, хорошая я мать или плохая. Тут какое-то грязное платье. Нет, спасибо. Реклама, нет, спасибо. Муцарка, нет, спасибо. Я, наверное, должен собрать все эти деньги, все эти кристаллы. О, бесплатное платье. А чё она такая грустная, а? Ну вот, она уже повеселилась. И там какая-то фея странная. Чё творится в этой игре? А при чём здесь мать? Я чё-то вообще детей не вижу. Мы дошли до самого конца, нас закидали почему-то цветами, и мы пришли к местному принцу. И начали дичайший флекс, из-за которого он подарил нам ещё больше цветов. Но мы просто дали ему каблуком по голове и продолжили флекс. Неожиданный поворот событий. Мы оказались в раю, потому что там очень странный забор. И, в принципе, мы находимся на небесах. И мы купили на небесах зачем-то ювелирный салон. После чего мы, видимо, опять отправляемся вперёд. Опять же, а при чём здесь симулятор матери? Я не понимаю, я тупой. И в этой игре также много рекламы. Угадайте, с кем? Окей, это странно. Здесь что можно покупать? Что творится? Почему всё это выглядит так плохо? Это, видимо, ад, а это рай. И из-за этого мы плохая или хорошая мать. Потому что мы можем прокачивать рай и ад. Это всё. Так, ещё здесь есть два бесплатных спина. Ну, давайте мы получим какую-нибудь награду. Может, нам джекпот выпадет? А какой здесь джекпот? Ну, в принципе, это и был джекпот. Это 50 каких-то гемов. Давайте мы их заберём. И попробуем выбить джекпот по долларам. И нам дали 1000 долларов. Это не джекпот, но тоже достаточно неплохо. Давайте мы заберём наши доллары. И отправимся вперёд проходить эту игру. Так, какие столы? Ну, пусть будет вот этот стул. Окей, здесь реклама нет. Спасибо. Теперь вот этот вот коврик. И, видимо, мы после этого отправимся в рай. Потому что здесь ещё есть фейерверки. Я понятия не имею, при чём здесь фейерверки. И почему-то ветер здесь лучше, чем дождь. По-моему, что ветер, что дождь, и то, и другое не очень. И мы пришли опять к нашему принцу. И опять здесь очень странная система игры. Ты ходишь, смотришь рекламу, и никакого симулятора здесь нет. А матери так и подавно. Возможно, спустя 100 уровней у неё появится ребёнок в этой игре. Но ждать я этого не очень-то хочу. Как, собственно говоря, я не очень-то хочу заходить в следующую игру под названием Скибиди Туалет 3D-игра. Но у этой игры почти пятизвёздочный рейтинг. И мне интересно, почему? Видимо, потому что люди при запуске этой игры ослепли и потом не могли попасть на одну звезду и попадали на пять звёзд. По-другому я это объяснить не могу. Окей, давай мы начнём эту игру. Она буквально выглядит как мусор. Вы просто посмотрите на интерфейс справа. Он же нарисован в пейнте. Я здесь могу драться с камераменами, у которых течёт кетчуп какой-то из них. И здесь даже нельзя крутить камерой. Боже, здесь самое худшее управление из всех, которых я мог заметить. Это просто отвратительно. Уа-уа-уа-уа-уау, что происходит? Я на пердеже только что полетал. А как пройти дальше-то? Я не понимаю ни хрена, что происходит в этой игре. А-а-а, я должен был получить какашку из унитаза. Уа-уа-уау. Что ж, большое спасибо. А как мне выбраться отсюда и почему я могу ходить только... А-а-а, здесь есть физика. И здесь есть какие-то граммофоны. А у меня, видимо, есть здоровье. А-а-а, говно это и есть моё здоровье. И я проиграл. И они проиграли. Мы все проиграли. Шейлушай побег. Господи, смурфик, что они с тобой сделали? Боже мой, это самый страшный смурфкэт, которого я только видел за всю историю человечества. Окей. И, собственно говоря, в этой игре мы должны собирать грибы, которыми вдохновлялся автор при создании этой игры. И там я, судя по всему, вижу гриб. А, я думал, это шейлушай такой. Но нет, это грибы. Причем эта игра не лагает. Что-то меня уже радует. Здесь прыгать можно. И мы нашли первый гриб. Осталось найти 9 грибов в этом абсолютно всратишем лесу, который абсолютно мне непонятен. Мне абсолютно непонятно, как эта игра тоже вырвалась в топы плеймаркета. Практически ни одна игра из сегодняшних не должна была никаким образом попасть в топ плеймаркета. Это абсолютно неадекватные игры. Они абсолютно некачественные, всратые, неинтересные. А, боже ты мой, здесь даже нет смурфкэта. Вот где он? Он же должен, наверное, за мной охотиться. Но я его не вижу. И карта здесь скучнейшая. И что будет после того, как я соберу 10 грибов? А, вот ты где. Ой, 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 ой. Что такой быстрый-то, а? Это что, это деревня смурфкэтов и здесь есть один гриб? А что если он меня поймает? Боже мой, шелушай, а? Какой ты кошмарный. Ладно, лови меня. Я готов увидеть самый худший скример в истории. Ааа, как страшно. Не забудь лайк поставить.